Лариса Мурашко. Значит, она утверждает, ну, как я ее понял, тут короткая реплика со знаками вопроса, со многими знаками вопроса, но, что революция не всегда может приводить к крови. Ну, Лариса, опасность революции в том, что, старая фраза, наверное, вы ее слышали, что проводят романтики, а приходят к власти циники. Итак, революции, революционные изменения, радикальные изменения нужны, но те изменения, которые происходят механизмами террористической деятельности, они приводят к власти террористов. Пример уже огромное количество, я уж не говорю о самой России или Украине. Я помню призывы такие к радикальным изменениям, к фаерам, к зерчаткам, которые раздавались несколько лет назад от националистов, которые называли себя оппозицией, входили в совет оппозиции консультационный. Ну, это были кремлевские националисты, это были осколки, вот это ДПНИ, партия Движения против нелегальной иммиграции, партия Родина, которую Рогозин создавал, провокаторы, националисты. Вот они призывают. Это же очень важно, ну, включать все-таки аппарат анализа. В тот момент, когда вам подсовывает Кремль или его люди, или его представители какую-то схему, какое-то предложение, ну, проанализируйте. Поймите, что это не способ действительно каких-то позитивных изменений. Это способ сохранения власти. Это провокационные, безусловно, но охранительные действия. И все устраивает вот этих националистов, там Тор, Бандарик, они там призывают к чему-то, кричат. Сначала призывали мигрантов выселять, теперь вот к террористической деятельности. Но они финансируются Кремлем, финансируются силовиками для укрепления власти. Так что, вот результат голосования, который я устроил, кстати, надо еще какое-нибудь голосование устроить, насчет того, что революция с жертвами, с террористическими акциями, с погромами, с бандитами, но зато Путин будет наказан. Хотите? 55% говорят. Хочу. 55%. Ну, заморочили людям голову, заморочили как следует. Это не очень хорошо. Вот, ну, надо быть умнее, что же ты поделаешь. Эдуард Пух. Допустим, на выборах победит демократ с правым уклоном и начнет наводить порядок в стране, куда он денет огромное количество бандитов из нынешней власти. Ну, а куда делось огромное количество нацистов в Германию? Их не вывозили из Германии. Ну, там, Советский Союз вывозил очень мало, американцы на своей территории для нацистов не делали лагерей. А, понимаете, люди же ведь быстро адаптируются. Такой механизм адаптационный у человека, у каждого есть. Менять свои условия. Ну, вот нельзя больше поддерживать нацистские идеи. За высказывание националистических, антисемитских идей можно оказаться в тюрьме. И многие оказались, журналисты, уже в освобожденной Германии, судили запросто. И примеров было много. И люди начали меняться. Может быть, не меняться, но стали осторожнее. Значит, иллюстрации. Ну, нельзя человеку, то, что вот у нас осталось, у меня дочка училась в МГУ на философском факультете, преподавали все эти марксисты, ленинцы. Ну, надо было какие-то иллюстрации вводить. Но этих людей надо было от школьников, от студентов как-то отстранить. Этого не произошло. Ну, вот и остались эти люди, продолжали проповедовать свои человеконенавистнические идеи. Бандиты. Вот эти генералы КГБ, которые создавали бандитские группы, а потом создавали бизнес. Судебные процессы. Есть пострадавшие, есть те, кто могут предъявить искать этим людям. То же самое было в Германии. Представьте себе, 200-300 тысяч судебных процессов. Вот я выступал на их, там, ну, пропагандистская такая у них передача, A-Team, A-Team. Это четыре Алексея, команда из четырех Алексеев. Там у нас зашел спор насчет того, что пропагандистов будут судить в будущей России. И они начали, один из них особенно горячий, начал говорить, что вот пропагандистов там не судили на нюрмерском процессе. Вот нюрмерский процесс освободил пропагандистов от ответственности. Это неправда. Одного действительно освободили, и тут же судили отдельным судом, и приговорили прилично, там, он до конца жизни по существу сидел в тюрьме. И это судебные процессы. Если совершены конкретные преступления, вот Екатерина Шульман там говорила недавно, вот эти иллюстрации, это механизм ограниченного действия во времени. Да, собственно, иллюстрации, вот этот импульс первый, он вводится там на пять, ну, семь, ну, десять лет. Но остается понимание, ощущение, что вот эти конкретные люди, виновники того, что произошло в России в путинский период, непорядочные люди, с ними иметь дело нельзя. Бизнесом пусть занимаются, пусть занимаются там какой-то частной предпринимательской деятельностью, их в тюрьмы сажать нельзя, если они не совершили конкретные преступления. А этим должны заниматься суды. Я думаю, судов будет много, будет много предпринимателей, которые бежали из России, которые захотят восстановить свои права, свою собственность. Там же очень интересный процесс. Эти чекисты отнимают собственность и тут же продаются. Значит, будут нести ответственность те, кто приобрел ворованное. Вот, и будут искать там правоохранительные органы, новые правоохранительные органы, я надеюсь. Не из тех же самых ментов и чекистов вороватых. Схема показана ведь была Михаилом Саакашвили. Ну вот, страна клановая, где вся милиция, вот 100% милиционеров, взяточники, бандиты. Я много говорил на эту тему с Ваномиром Мишвили, который занимался этим в Грузии. Сколько осталось специалистов, сколько осталось милиционеров, ну вообще никого не осталось. Ну просто 100%. Значительная часть села в тюрьму, потому что действительно бандиты, преступники. А очень большая часть была просто отстранена от власти, отстранена от кормушки этого. Оказалось серьезным для них наказанием. И пришла новая порция, новая молодежь, которых отбирали, которых проверяли. И на эту работу говорили, имейте в виду, вас будут провоцировать. Вы в Грузии, вам будут предлагать взятки. Будут предлагать взятки не только простые граждане, которые хотят от вас откупиться. Но будут предлагать и службы собственной безопасности. И некоторые не выдерживали. Вану Амербешвили мне рассказывал, как они десятками отстраняли от должностей, вновь нанятых сотрудников правоохранительных органов. Но не выдерживали. Там была принята американская система оплаты труда. Значит сначала очень маленькие деньги, но со временем они довольно быстро растут. Предоставляются кредиты на жилье, там всякие льготы. Вот, то есть выгодно долго работать. А некоторые не выдерживали, но их отстраняли очень быстро. Так что это решаемая проблема. Грузия, пока Украина, к сожалению, нам не показывает такого примера. Эти толстопузые генералы и чекисты, бывшие сотрудники КГБ, там все еще в власти. Андре Кавае. Как вы относитесь к отделению от России и выходу из ее состава нескольких субъектов? По примеру, Югославия. Это произойдет, утверждает он. Когда неизвестно. Но это произойдет, обязательно уверен. Ну это нормально, я говорил об этом давно. Дезинтеграция России. Эти свободолюбивые тенденции в большом государстве, уже не федеративном, превращенном в унитарное государство. Но это один из факторов, который не позволяет России выживать. Регионы должны самостоятельно жить, самостоятельно выживать. Самостоятельная экономика должна быть. Президент, который на пресс-конференциях чинит сантехнику сам лично в прямом эфире. Ну это просто шутовство, издевательство. И эти тенденции были, когда Россия превращалась в федеративное государство. Это было при Ельцине, когда Татарстан заявлял об автономии, о независимости. И все это должно было бы закончиться федеративным договором с разграничениями полномочий. И Ельцин готов к этому было. Говорил, что берите самостоятельности столько, сколько необходимо. Были регионы, которые проводили коммунистические эксперименты, которым нужен был центр. Нужно было финансирование. Или за счет других регионов нужно было финансирование. Они говорили, очень патриотичными были. Коммунисты, которые владели регионами, где устанавливали цены. И, естественно, тут же скудел бюджет. И они требовали пополнения бюджета, финансирования от центра. Они были страшными патриотами. Никакого федеративного государства. Все под одну гребенку. Наша гребенка пореже. То есть нам финансирование побольше, потому что мы дотационный регион. А почему дотационный? Потому что вот коммунистические эксперименты проводят. Так что нет никаких сомнений, что новая Россия это будет по-настоящему федеративное государство, если сохранится. Или много разных государств. И к этому все идет. Лариса Мурашко. Ну и чем Украина лучше России? Лариса, мы наследники одного и того же в России, в Украине. И каждый раз, когда меня уверяют в Украине о том, что в Украине есть гражданское общество, а в России нет. Ну вот я начинаю проверять. И оказывается, смещение есть, некоторый вектор. Но очень слабенькое. В общем, примерно одно и то же состояние. Если бы не война, если бы не наглая попытка российских силовиков просто захватить часть территории, начать убивать украинцев. Сейчас бы все говорили о вечной дружбе, ориентировались бы на Россию. Хотели бы таких же пенсий переводили через доллары в гривны. Наследие очень тяжелого прошлого, в результате которого коммунисты, по моему мнению, вмешались даже в генетический код граждан. Несколько серий, несколько этапов таких негативного отбора. Это конец 20-х репрессий, 30-е годы, новый виток репрессий и очень сильное психологическое воздействие на общество. Приучали людей молчать, соглашаться со всем, что скажет власть. После военной репрессии, несколько этапов, Сталин очень боялся тех, кто вернулся. После войны, так же, как и царь в свое время, после Великой Отечественной войны 12-го года, очень боялся этих свободолюбивых идей. Ну, не напрасно боялся. И Сталин боялся. Репрессии были колоссальные. ГУЛАГ. Ну, я рассказываю, все это очень хорошо знают. Перед самой смертью, борьба с космополитизмом, борьба с наукой по существу. Там всякие авантюристы от Лысенко стали доминирующими идеологами в науке. Борьба с кибернетикой, продажной девкой империализма. Борьба с генетикой. Ну, и отстали, надолго отстали от развивающегося Запада. Вот эти несколько волн репрессий, они были не только в России, в Украине. Они повлияли, тем более, ну, вы, наверное, знаете о репрессиях против думающей части общества в Украине. Интеллигенции – это отдельная история. Там и голодомор, и репрессии против так называемых националистов. Еще и там в 80-е годы проводили какие-то процессы против националистов, против писателей. Так что вот эти разговоры о большом отличии советского народа или российского народа от народа Украины – небольшое преувеличение. Там есть молодежь, молодая порцель, они другие, и в России тоже другие. Но вот эта основная часть населения, ну, это один и тот же материал, к сожалению. И какие-то позитивные тенденции вот с гражданским обществом, я это приветствую. Но пока это младие намерения, в большей степени, чем реальность. Надо, ну, признавать это.